Наша следующая новость наверняка возмутит многих в России, особенно борцов с фальсификацией истории. Дело в том, что журналист немецкого издания Die Welt предложил снести памятник победы звонницу на Прохоровском поле. Die Welt в своей статье называет поражением триумф Красной Армии в сражении под Прохоровкой. Это крупнейшая танковая битва Второй мировой. Победа в этой битве, как считается, предопределила успех войск Советского Союза в Курской битве. А вот сама Курская битва, в свою очередь, одна из переломных событий Второй мировой. Впрочем, советская трактовка тех событий уже не впервые вызывает скептическое отношение и немецких, и британских историков. В статье же в Die Welt утверждается, что советские историки очень сильно преуменьшают потери советских танков, вообще не точно указывают число боевых машин. Наш московский коллега Павел Аксенов сегодня проверял эти факты. Паш, приветствую тебя. Давай начнем все-таки с этой публикации. На чем основывается журналист этого авторитетного, прямо скажем, немецкого издания, делая столь смелые выводы? Надо сказать, что Карл Хейнс Фризер, он не первый год занимается темой Курской битвы и Прохоровки. И он уже говорил о том, что эту звонницу на Прохоровском поле необходимо снести, потому что она, по его словам, означает памятник победе. На самом деле, эта звонница была поставлена в память о погибших. Но эта публикация основывается на анализе фотографий Люфтваффе, сделанных через несколько дней после битвы на поле под Прохоровкой. Бен Уитли, британский исследователь, он занимается исследованиями Второй мировой войны по документам из открытых источников. И он изучил эти фотографии, сделанные 16 июля и 7 августа, битва сама 12 июля произошла. И насчитал там вот, собственно, вот эта цифра в 235 советских танков, которые он нашел вот, собственно, на этом поле подбитых, изучая вот эти фотографии. Но можно ли на основании только фотографий прийти к таким выводам? Я так уверен, что не все же место сражения было сфотографировано. Наверное, частично? Ну, нет, там, дело в том, что Прохоровская битва, она происходила на таком довольно небольшом пятачке между железнодорожной надписью, насыпью и рекой Псел. Действительно, в общем, он довольно точно описывает то, что там происходило. Более того, вот эти 235 советских танков, они и в других источниках фигурируют, там 250, где-то больше, где-то меньше. Но дело в том, что точных цифр, каких-то даже официальных советских или российских цифр потерях нет. И эта цифра, она не вызвала такого протеста. Тут скорее возмутило то, что он назвал германские потери в пять танков, мягко говоря, немножко, это сочли, в общем, немножко заниженными. Но вот я поговорил с российскими историками, они говорят, что поле боя возле Прохоровки осталось за немецкими войсками, они просто эвакуировали танки, которые были подбиты на ремонтные пункты. И они в дальнейшем, уже в ходе наступления Красной Армии, они были захвачены. Поэтому, в общем, я не могу сказать, что прям вот очень сильно это возмутило, но это такая вот интересная публикация прежде всего тем, что можно, по крайней мере, пытаться изучать события Второй мировой войны по архивам, по картам, по фотографиям Люфтваффе, например, которые оказались в Америке. Ну, Паш, вот ты говоришь, что не возмутило, я лично читал, вот буквально, готовясь к этому эфиру, публикации в российских СМИ, там уже этому журналисту желают гореть в аду, и вообще обвиняют его во всех смертных грехах, переписывании истории. Там один из православных телеканалов говорит, что этот журналист написал, что Гитлер победил, в общем, они советские войска, но на самом деле мы знаем, что победители обычно пишут историю, вот как на самом деле можно ли вообще проверить факты, сказать, что это было именно так, даже если говорить об относительно недавних событиях, таких как Вторая мировая война, поскольку все, что там происходило, в общем, не было осмыслено сразу, непосредственно в тот момент. Ты знаешь, Олег, это очень и очень сложно сделать. Дело в том, что вот такая эмоциональная реакция патриотических телеканалов, источников, в общем, понятна, она была ожидаема. Я разговаривал с историками, они говорят, что действительно очень уязвима эта публикация, в ней очень много несостыковок, очень много несоответствий, но они критикуют вот, собственно, и методологию, они критикуют его выводы, но я не могу сказать, что вот в научной среде я прям прочитал очень много возмущения. Но действительно вот эти события времен Второй мировой войны, они, их очень трудно изучать, потому что, во-первых, очень многие документы до сих пор засекречены, воспоминания непосредственных очевидцев, они вот там буквально последние 10 лет их старались как-то фиксировать и запоминать, но, к сожалению, этих людей становится все меньше и меньше, и уже сложно их, сложно получить какую-то такую информацию с первых рук. Поэтому, да, действительно история даже буквально нескольких десятков лет, такие крупные события, они уходят в небытие, и порой очень сложно узнать какие-то подробности, и даже, как мы видим, цифры таких ярких, заметных событий, как Курская битва и Прохоровское сражение, к которым приковано внимание, ну, буквально, буквально, ну, очень многих историков и в России, и, как мы видим, в Германии, и даже в Великобритании. Да, не удивлюсь, если сейчас какой-нибудь телеканал типа HBO и Netflix снимет что-нибудь про эти исторические забыть, поскольку к советским, к советской истории вообще внимание сейчас приковано особенно. Паш, ну, давай вот расставим все-таки точки все над «и». То есть немецкий историк, он сомневается только вот в сражении под Прохоровкой, да, никто не ставит под сомнение значимость и то, что произошло во время самой Курской битвы, да, вот это вот огромное событие, происходившее на протяжении всего лета 42-го года, не ставится под сомнение вообще никем. Олег, да, ты знаешь, это действительно очень интересный момент, потому что одна из претензий к Бену Уитли и к германскому историку заключается в том, что они как-то немного выделяют Прохоровскую битву из всей Курской, относятся к ней как к некоему самостоятельному отдельному эпизоду, и победа в этом эпизоде, она рассматривается как бы немного отдельно от Курской битвы, тогда как многие историки, ну, вот в России в частности, да и в мире тоже, они ее рассматривают лишь как один эпизод, она была, ну, лишь частью, да, были события до нее, были не менее важные там сражения у Панерей, и были впоследствии наступательные операции Белгородской, Орловской, и вот, как бы Курская битва в протяжении ее сложно расчленить, сложно вырезать из нее одну Прохоровскую битву, и поэтому, конечно, да, итоги Курской битвы очень сложно пересмотреть, действительно, советская армия получила стратегическую инициативу, и с этого момента началось, собственно, поражение и отступление германских войск назад, и которая закончилась в 45-м году в Берлине. Ну что же, я благодарю нашего военного обозревателя, большого специалиста по танкам и по истории, Павла Аксенова, он был на прямой линии связи с нами из Москвы, Паш, спасибо тебе большое.